День добрый, блять! Я ненавижу большие книги, я презираю эпопеи, и я терпеть не могу Стивена Кинга. И я не буду оговариваться, что нормально, когда он нравится людям, что он талантливый писатель, просто мне не зашел, и что я просто говноед. Нет! Идите нахуй! Я не буду этого признавать! Стивен Кинг как писатель, мразь, подонок, скуфандр, кровеносные спермы, конча ванильных шлюх, кто угодно, но не великий писатель. Я нахуй отказываюсь признавать, что он достоин этого статуса! Я отказываюсь признавать, что его книги достойны такого тиража, какой есть в России! И не только в России, блять! Люди, которые его превозносят, мной официально считаются даунами, а те, кто его называют великим писателем, вообще не заслуживают статуса человека! Просто идите в пизду! Мне с вами не о чем говорить! Это вступление было необходимо, дабы стало раз и навсегда понятно, что я имел ввиду во втором подкасте. К слову, теперь вы его не увидите, ибо я его удалил. Этот же ролик можно воспринимать как ремейк. А вышел он хорошим или нет, честно, мне плевать, что вы думаете. И тем более, что хотите. Теперь, когда детали разобраны, можно начинать. А начнем мы, собственно, с самого американского Питера. Стивен Кинг, американский мейнстримный писатель, работающий в жанре ужасов, фантастики и прочих херней. Родился в 1947 году в штате Мэн и начал свою карьеру в качестве писателя рассказов 60-х. А спустя несколько лет в 1974, когда был опубликован роман Кэрри, словил первую волну популярности. А после ее экранизации через два года популярность возросла. В какой-то период времени он, правда, пытался публиковаться под псевдонимом, испытывая свою популярность. Но наебать аудиторию не вышло. Забавно, под этим псевдонимом он выдавал качественные книги, хотя они все равно параши. Далее поздравить о его биографии, карьере и прочей хуйне не буду, ибо неинтересно, блядь, отмечу только один момент. Духуя экранизаций. И по большей части это и есть залог его успехов. Даже не качество книг, а качество экранизации, сука. Очень много случаев, когда экранизации выходят у него лучше, чем его собственные произведения. Что неудивительно, как писатель, он говно. И теперь настало время обсудить самое главное. Нет, не мое отношение к нему, вы не тупые. Хотя это не так. Короче, понимаете, что я его ненавижу. Скорее, почему у меня к нему такое отношение. Но перед этим, об еще одном писателе, из-за которого Стивен Кинга я еще больше, сука, ненавижу. И имя ему Клайв Баркер. Честно, я заебался о нем говорить и повторяться как попугай. Про него кратко, но интересно рассказывал в этом шортсе, который вы, вы, блядь, не глянули. Да я все знаю, не наебете. И мне плевать, что аудитория шортсов это вообще другое. Ну и еще, разумеется, во второй части «Мастеров короткой прозы» я также о нем говаривал. А потому повторяться не хочу. Если только кратко. Британский писатель-режиссер, геймдизайнер-продюсер, драматург-сценарист, художник-комиксист и фотограф. Работал в основном с жанрой ужаса и фэнтези. Городского фэнтези. Эм, современного фэнтези. И даже Ненко Далта. Это все, что вам нужно знать. Остальное ищите сами. Просто берите и ищите. Я претенциозную лекцию читать не собираюсь. Добавлю лишь то, что Клайв Баркер один из немногих деятелей культуры, который меня вдохновил что-то сделать. А потому, переходим к причинам не на Сикстину Кингу, наконец-то, блядь. Во-первых, мне не нравится его ебло. И я серьезно. Да, это хуйня, а не претензия. Ну и к тому же я тоже урод. Но схуяли от этого его лицо должно мне нравиться, а? Во-вторых, мне не нравится, как он пишет. Эта графомания часто плохо структурирована. Да, и описание у него говно. Баркер куда лучше работает. И в целом, с точки зрения языка, структуры, текста, ритмики, описания, Кинг просто сосет у Баркера. По градусу жести, для хоррора, ну что для хоррора, приемлемо, Баркер тоже мутузит Кинга. Но вы скажете, зато у Кинга глубокий психологизм персонажей. Я отвечу на это. Пиздите больше! Елизарь Леонида Андреева куда более глубокий персонаж, чем ГГ, кладбище домашних животных. Да что там? В Восстаншем из зада куда более глубокие персонажи, чем в Сиянии, блядь. Ну ладно, ладно, че я завелся. С другой стороны, это и есть претензия. Что в Оно, что в Тёмной Башне, что в Мизери и прочих историях у персонажей Кинга есть, конечно, определенный бэкграунд, но он не такой глубокий, как многие превозносят. В пизду, блядь. Плюс Кинг порой... Блядь, сука, нахуй. А, пиздец. Короче, Кинг прописывает такие детали, которые убивают весь тонкий психологизм. Нахуй. Почему? Все просто. Кинг говноед. В-третьих, мне не нравится формат его произведений. Сука, ну хуя такие романы строчить педрило? Так еще и в таком количестве, сука, где качество тогда? У тебя же хорошо выходит и рассказывает, так хули романы пишешь? А, деньги. Лучше бы 300 долгих джонтов написал, чем одно оно. У меня бы претензий было бы меньше, если бы вообще были. С другой стороны, Баркер тоже пишет книги. Вот только есть проблема. Они качественней, и их немного. Во всяком случае, его сотканный мир. Куда лучше Тёмной Башни? Охуеть, блядь. Это, оказывается, не так сложно. Единственное, что против Баркера, это перевод. Хотя, наши переводчики и Кингу поднацрали, но Баркеру досталось сильнее. Четвертых, мне не нравится культ вокруг Кинга. Он, блядь, везде. В какой книжный, сука, не зайди, этот убездом будет и в большом количестве, нахуй. У Баркера же максимум найдется, ну, 3-4 книги на полке. И схуя ли? Схуя ли его так превозносят? А я объясню. Он простой и поверхностный. Все, блядь. У Кинга заслуг перед жанром почти нет. Кроме как себя популяризовал. И то, сука, за счет экранизаций. Баркер же другой случай. Он помог развить новый жанр ужасов с Пуфтерпанк. А Кинг? Да нихуя он не сделал. Че, фэнтези-вестерн первый написал? Пиздеж, первым был Роберт Говорот. Ничего он нового не сделал. Зато хвастается, как петух. Мол, какой я гениальный. Возводя свою персону до божественного статуса. Кто читал «Темную башню», тот понял. Ну так, ебаный ты. Клайв Баркер уделывает Кинга по многим параметрам. И кроме литературы. Баркер снял культовые фильмы. Как минимум восставшую из ада. А Кинг парашил. Баркер отличный художник. Его картины выставляют на галереях. И распродаются они очень хорошо. А Кинг нихуя не умеет рисовать. Баркер занимался разработками игр. Которые в итоге прошли проверку временем. Кинг жопу же чесал. Баркер комиксы, неплохие дел. А Кинг еблан. И даже биография у Баркера куда интереснее, чем у Кинга. И кто в итоге заслуживает большей популярности. А, ну да. Вам же насрать. Все равно Кинг номер один по популярности. Переоцененный нормистный писатель. Как обычно популярнее самобытного уникального. Никогда такого не было. И вот сука опять. И что по итогу? Кинг богат. Продолжает писать. Наплодил еще одного посредственного литературного придурка. И его популярность и не думает падать. А что Баркер? А он ломается. Стареет. Теряет талант. И имя на провальных экранизациях. Да даже в книгах Баркер уже не тот, что было раньше. А его популярность не только не растет. Такой счастлив, что она наоборот уменьшается с годами. Нахуй. Всем насрать на Баркера. Зато Стивен Кинг. Блять. Да пошли нахуй. Блять. Но по итогу я должен сказать людям спасибо. Ибо Баркер все же остался самим собой. Смобытным писателем, который суетился. Шатал культуру для того, чтобы умереть в забвении. Оставив богатое культурное наследие, разбросанное в разных медиа. Баркера не уничтожит и не извратит популярность. Ибо он... Да не подходит он для нормисов. Слишком он жесткий для этих ванильных говноедов, которые им подавает только Стивена Кинга. Ну и жрите, чтобы вы подавились. На этом все. Идите нахуй.